Здравствуйте! Вы смотрите программу «Эксперты», я ее ведущий Сергей Никитин. И сегодня мы поговорим о том, как у нас учат будущих врачей. У нас в гостях директор по персоналу компании «Мединвестгрупп» Татьяна Клименко. Здравствуйте! Она приехала к нам из Москвы. Татьяна, расскажите про вашу компанию и про цель визита. Группа компании «Мединвестгрупп» – это медицинский бизнес, который реализует медицинские проекты уже на территории 25 субъектов Российской Федерации. Мы представлены в нескольких направлениях. Первое – это многопрофильная медицина, второе – это федеральная сеть ядерной медицины и третье – лабораторная диагностика. В ближайшее время на территории Новосибирска у нас состоится целый ряд открытий. Первое – это центр лучевой терапии, второе – это клиникодиагностический центр «Медпарк», а также центр позитронно-эмиссионной томографии ПЭД-КТ. У вас большие планы, и, очевидно, вам понадобится много кадров медицинских. Откуда вы собираетесь их брать? На текущий момент мы с уверенностью говорим о тесной коллаборации с 12 университетами на территории Российской Федерации. Безусловно, Новосибирская область – это также Новосибирский университет по подготовке медицинских работников. Сегодня у нас состоится день карьеры, в рамках которого мы расскажем о всех тех возможностях, которые мы предлагаем как студентам, так и ординаторам. Какие возможности для будущих медиков вы предоставляете? У нас есть несколько ключевых проектов. Первое – это квотная ординатура за счет средств группы компании «Мединвестгрупп». Прямо скажем, что помимо инвестиционной составляющей и оплаты ординатуры, нам крайне интересно участвовать непосредственно в медицинском образовании в рамках предоставления дополнительных возможностей по стажировкам и практикам как на территории наших центров, так и на территории партнерских организаций. Потому что мы понимаем, что объективно студентам-медикам, ординаторам практики не хватает критически. Мы готовы такую возможность предоставлять. А также дополнительные модули теоретические, касаемо софтскилз для врачей или касаемо непосредственных профессиональных навыков. И подробнее о планах, может быть. Да, хотелось бы осветить два крупных проекта, которые актуальны на текущий момент. Первое – это конкурс научно-исследовательских работ на базе Башкирского государственного медицинского университета. Данный конкурс является всероссийским, и он направлен на подготовку работ в сфере онкологии, как непосредственно медицинской направленности, так и социально-просветительской. К участию в данном конкурсе мы приглашаем всех желающих студентов медицинских вузов Российской Федерации. Финал пройдет в Уфе уже в мае. Вторым направлением является школа софтскилз, которая пройдет с 10 по 12 марта в онлайн-формате. На текущий момент уже достаточно много регистраций, но регистрация еще открыта, поэтому мы также приглашаем к участию активных студентов медиков, ординаторов и молодых специалистов. И в рамках данной школы мы планируем осветить те аспекты, которые крайне актуальны для профессиональной жизни врача, но, к сожалению, на их освещение не всегда находится время в учебной программе университетов. Поэтому мы очень надеемся, что данные блоки будут полезны как для профессионального саморазвития, так и непосредственно для практической деятельности врача. И вот у вас связь здесь со Сколково, да, в двух словах? Да, безусловно, нашими целевыми аудиториями в части образования являются как студенты-ординаторы, молодые специалисты, так и организаторы здравоохранения. Сейчас мы реализуем такой первый крупномасштабный проект по отбору и подготовке организаторов здравоохранения для нашего многопрофильного медицинского центра в Сколково. Мы надеемся, что, точнее, уверены, что данный проект будет успешным, и мы сможем его масштабировать и реализовать и на других территориях Российской Федерации. Вы в основном готовите специалистов именно для конкретного региона, то есть для Новосибирской области, да? Да, безусловно, мы в ближайшее время станем одним из крупнейших работодателей, и нам важно быть уверенными в том, с кем мы будем работать, поэтому мы непосредственно участвуем в подготовке кадров, а также считаем немаловажным, чтобы у молодых специалистов была уверенность в завтрашнем дне, они целенаправленно готовились, учились для того, чтобы прийти в штат нашей компании, и, соответственно, будем готовиться вместе. И какие же требования вы предъявляете своим будущим специалистам? Первое основное требование для медиков – это, конечно же, профессиональные знания, их у нас оценивают профильные эксперты. Помимо этого, актуально такое понятие, как корпоративные ценности. Данные ценности являются базисом для нашей работы. Что это за ценности? Это безопасность пациента, результативность лечения, забота о пациенте. Поэтому на уровне первого знакомства мы определяем, насколько с точки зрения личностных характеристик наш будущий сотрудник готов эти ценности к себе применить и поддерживать их в работе. Для того, чтобы наша команда, которая активно растет, обеспечивала те результаты, которые перед нами ставятся, как с точки зрения лечения, так и с точки зрения иных показателей. Спасибо, Татьяна, за беседу. Напоминаю, что мы разговаривали с директором по персоналу группы компании «Мединвестгрупп» в городе Москва. Спасибо большое. Всего доброго. Напоминаю, что вы смотрели программу «Эксперты» и я, ведущий Сергей Никитин.